Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Людей нужно слушать, разговаривать с ними и реагировать на их вопросы. Это подходы Александра Лукашенко, которые должны находить отражение во всей вертикали власти и в работе каждого чиновника. При этом президент сегодня добавил, главное все же, чего ждут от власти люди, это не доброе слово, конкретные действия, которые приводят к понятному результату. И первично это рабочие места с достойной зарплатой. В Дворце независимости сегодня обсуждали внутреннюю политику. Речь не о подготовке к президентским выборам, которые пройдут в первой половине 25-го. Выборы выборами, отметил Александр Лукашенко, страна их проводит далеко не в первый раз. Но важнее текущая работа и стратегия развития на будущее. А электоральные кампании, привычных от жизни государства, нарушать не должны. А вот беглых все так же интересуют сроки. На этот раз, правда, речь о сроках, в которые выборы состоятся. По закону пройти они должны не позднее 20 июля. Дата основного дня голосования еще не утверждена, но конспирологические версии в интернете уже есть. Президент сегодня конспирологам ответил Игорь Тур с подробностями. Александр Лукашенко сразу обозначил. Это не разовое совещание. Таких и в таком составе их будет целая серия и сегодня ее дебют. Обсуждать собирались внутриполитические вопросы и подготовку к проведению политических кампаний. Может показаться, что обсуждали первично президентские выборы следующего года. Но это не так. На первом месте текущая, но оттого еще более важная работа. Основные контуры должны определить нашей работы. Именно работы, не проведение президентских выборов, а работы. Работа вертикали власти, впрочем, прямо пересекается с электоральными кампаниями. Потому что когда люди выбирают или президента, или депутатов, они выбирают не только их. Все ходят на работу в магазины, поликлиники, водят детей в школы и садики, гуляют в парках или прогуливаются по городам. Гармонию для граждан везде призвано обеспечить исполнительная власть на местах. Если где-то людей обидели или им так кажется, в госуправлении есть надзорные органы, которые выслушают и помогут. Это все система для людей и ради заботы о них возглавляет, которую президент и которую люди с президентом отождествляют. То есть если у человека на дороге, у дома яма, он оценит непозитивно не только яму, дорогу и дорожников, но и в целом власть. Так что для любой действующей власти выборы это не один кандидат плюс доверенные лица. Это всегда оценка работы всей системы исполнительной власти. А приоритеты ее заложены Александром Лукашенко еще в 90-е. Людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Реагировать должным образом, впрочем, это не означает, что нужно бросаться выполнять любое желание гражданина, потому что и в целом, и особенно в предэлекторальный период, это политический популизм, который в Беларуси не в почете. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать и понимать, что должны мы организовать власть, а что должны сделать сами люди. Собственно, что кому хочется и как эти запросы сортируются, это и изучал сегодня президент. С какими вопросами в администрацию и в исполкомы обращаются чаще люди? Как с обращениями работает вертикаль? И не забылось ли, что приемы граждан и точечная помощь – это хорошо, но не важнее системной работы? Найважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили, после этих приемов я наблюдаю, вижу, когда должностные лица, ну практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно, они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах. В противном случае все это останется разговорами. И системы, и та, которая позволяет любому человеку в стране заработать, особенно если приложить усилия, и система работы с обращениями граждан в Беларуси выстроены, но не бывает без нюансов. Стабильно запросы, которые чего уж там в основном есть жалобы, приходят насчет сфер ЖКХ и дорог. Традиционно людей волнуют не какие-то большие там глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые социальные проблемы, связанные с тем местом, где он живет. 30% обращений уже много лет, эта цифра фактически не меняется, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Большая доля обращений связаны с дорогами, потому что люди слышат с экранов, что последние два года правительство значительно увеличило и перераспределило даже часть средств в рамках бюджетных ассигнований именно на дорожное строительство. Президент попросил более конкретно, более честно и прозрачно объяснить все-таки на примере конкретных районов, вот чтобы эта дорожная тема, вроде бы которая подается с положительной абсолютно стороны, но тем не менее в конкретных местах вызывает определенный резонанс. Бывают резонансными, особенно если повод создан искусственно из-за рубежа и неожиданная тема. Например, кое-кто волнуется. В Беларуси слишком высокие зарплаты и вообще слишком хорошо живем. Якобы очень скоро, пусть и пугают так уже с год, заживем куда хуже. И тоже нужно объяснять людям, жить будем стабильно хорошо. Тема занятости, тема заработных плат, она тоже муссируется очень сильно в интернете, что в Беларуси якобы зреет экономический пузырь, связанный с опережающим темпом роста заработных плат. Но на самом деле все негативные моменты, которые связаны с санкциями, с определенными ограничениями, по большому счету сейчас идет в рамках нашей среднесрочной программы развития республики до 2025 года, восстановление до тех прогнозных параметров, которые мы выполняем. Это будет уровень доходов населения. Президент считает вообще самым ключевым параметром, как и уровень занятости. Ну, занятость сейчас на исторически минимальных значениях. Вот у нас наоборот не хватает рабочих рук в определенных сегментах экономики. То вопрос доходов, он должен, собственно, войти уже в прогнозные параметры пятилетки. И мы там ничего не превышаем, и никакой сенсации на самом деле тут нет. Но раз выборы — это квинтэссенция политической жизни страны, а модернизацию политической системы ближайшие выборы, отметил Александр Лукашенко, должны завершить, то они вызывают повышенный интерес. Внезапно в чарующем оппозиционном интернет-мире фантазии уже определились, когда и как якобы пройдут наши выборы. Поводом для сенсации в отсутствии иных успехов стали даты. Александр Лукашенко прокомментировал, но не для беглых этот комментарий, а для людей, для действующей и действительно власти важно, чтобы все знали правду. Это дата предстоящих выборов президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже. И дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Вот крайний срок 20 июля, до которого мы должны провести выборы. Откровенно говоря, пока в этом вопросе мы вообще без даты. Ее, напоминает законодательство, устанавливает парламент, у которого через неделю начало сессии. Не буду скрывать, называются четыре даты возможного проведения выборов президента. Но для того, чтобы их озвучивать, надо провести консультацию. Ну и понятно, что решение будет принимать палата представителя. Это 110 депутатов на своем заседании. Но в вопросе этого выбора власть в целом и депутаты в частности не будут опираться на некую красоту даты. Государству важен прагматизм. Электоральные кампании у нас не предусматривают сверхрасходов. Члены комиссии помогают на фактически волонтерских началах. И выборы их не должны избыточно отвлечь от основной работы. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Но раз беглые в интернете кричат что-то о выборах, то людям важно объяснить, что они кричат, почему и для чего. И в этой теме у них тотальная стабильность. Мы видим, что там главное для них это получить гранты, деньги. Нам что им наплевать? Ну возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано, у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих политзаключенных. И даже после того, когда принимались решения, а мы дважды, по-моему, уже публично, я не говорю, частные какие-то там единичные решения. Мы приняли решения по десятку, я принимал эти решения по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора промать подобное рашение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим, вы меня хорошо знаете. Я никогда по указке под давлением не принимал решения. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может. В отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну всякое бывает в жизни. Ну кто-то вообще уже опасности не представляет. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю, нет, чтобы поблагодарить. Нет, они не рады. Мы четко понимаем. Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят. Ребята, а вы где были? Какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет. То есть государство помиловало тех, кто болтал гадости в интернете и одумался. А это важно, потому что отпускали только тех, кто не совершал насильственных действий, а ограничился словами. И это не понравилось другим таким же болтунам, которые на страданиях иных, особо говорливых, зарабатывали копеечку. Что ж, до политики, то Александр Лукашенко беглым дал ценный совет, что нужно сделать в электоральный период, если речь вдруг не об их привычном заработке на людях, а о борьбе на благо людей. Приходите бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так заботитесь о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси? Надо, Иван Станиславович, это все рассказать людям. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов. Давайте санкции, давайте душить, хайяны подохнуть. У нас все это есть. Ну и второе, все гроши просят у Госдепартамента, у поляков, у других в Евросоюзе. Дайте гроши. Вопрос. Им вопрос. Зачем? Мы будем в сродках массовой информации тут мочить Беларусь. Так уже ж мочили. И мы говорим, так вы ж мочили. На это денег не будет. Только на вооруженное действие на территории Беларуси. Но я уже говорил, мы ждем. Вот надо перед народом будет встать и это объяснить. Если вы хотите, чтобы, ну, хоть как-то народ вас не то что поддержал, а понимал, чего вы хотите. И все это власти, конечно, известно. Давно и хорошо. Разведка работает максимально эффективно. Но важно еще это объяснить людям, чтобы они понимали, что происходит, и принимали взвешенные решения. Мы готовы ко всему, но надо готовить наше общество, чтобы потом не ахали и не охали. И главное, что нужно донести, это то, что цель власти и далее реально улучшать благосостояние народа в суверенной стране. А это куда сложнее лозунгов и обещаний. Выборы выборами. Мы их проводили не единожды и эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 26-го года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны, я полагаю, так в начале будущего года провести Всебелорусское народное собрание очередное. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития. У тех же, кто жаждет власти в Беларуси, чтобы порулить и получить доступ к ресурсам, тоже будет какая-то стратегия. Хотя и не факт. Наверняка и по этому вопросу они снова переругаются. В это время реальная власть в стране будет занята своими прямыми обязанностями делать людям лучше вчера, сегодня и завтра. И вопрос, а выбор это когда, для этой главной задачи совершенно вторичен. Игорь Тур, Сергей Янковский, Наши новости ОНТ. Чем жила страна в начале становления своей независимости и какие итоги сейчас у суверенной Беларуси? К 30-летию Института президентства в Академии управления презентовали уникальное издание «Суперпозиция. Параллельные миры». Проект белорусского телеграфного агентства при поддержке Министерства информации. Путь государства, нацеленный на меры созидания и противоположный оппозиции, в основе которого разрушение и деградация. На страницах издания через призму газетных заголовков, материалов из прессы середины 90-х отражено, с какими вызовами сталкивались белорусы, а также как эти проблемы решались молодым государством. Представлены уникальные факты. Например, первый документ, который подписал Александр Лукашенко в статусе президента суверенной страны. Ранее он нигде не публиковался. Удивительно читать про какую-то новацию, которую делало наше молодое государство. Предложение президента и проверять их через 30 лет, что произошло. Я поштудировал газеты в библиотеке президента все. За эти годы изучил импульс движения, который получила страна. Он был задан в эти начальные годы государственного строительства. То есть мы строили не только дороги, мы строили систему безопасности, вооруженных сил, социальной защиты, образование, искусство, культуру. Мы строили все. И нам никто не помогал в этом процессе. Здесь не зря слово суперпозиция. Мы наблюдаем сегодня в мире огромное количество политиков, которые очень красиво стоят за трибунами, очень красиво выступают с экрана в телевидении, рассказывая о том, что они делают. На самом деле это люди, у которых позиции нет. Потому что их слова расходятся с действиями. Это раз. Во-вторых, их действия вообще не имеют ничего общего с интересами их народов и их стран. Поэтому, когда мы говорим о суперпозиции, мы говорим о суперпозиции нашего президента. И она всем очень хорошо известна. Это создать независимую страну в интересах своего народа, прежде всего. Вот это слово суперпозиция, оно обозначающее, очень важно для этой книги. О процессах, которые происходили тогда, и почему был выбран свой путь развития, подробно в видеопроекте «Белтом». Фрагмент презентовали сегодня. Гости также смогли ознакомиться с одноименной выставкой. Проект представлен еще в начале года. С него и началось создание иллюстрированного издания. У Беларуси будут свои крылья. В разработке грандиозный проект союзного государства в сфере авиастроения. Для начала решение утвердят законодательно. Ратификацию соглашения анонсировали сегодня в палать представителей. Сессия откроется 17 сентября, в День народного единства. Ее программа утверждена. И первое заседание посвятят, среди прочего, тому самому союзному самолету, на котором в скорости собираемся летать. Антон Ковальчук продолжит. Нам бы в небо и желательно на своих крыльях. А ведь для беларусов нет ничего невозможного. Уже к концу 26-го создадут первые опытные образцы самолетов «Асвей». Серийное производство наладят на базе авиаремонтного завода под Барановичами. Здесь построят дополнительные производственные площади. Первые образцы пройдут опытные испытания. Конструкторы работают в тесной связке с российскими коллегами. В эти дни делегация посещает Уральский завод гражданской авиации, где обсуждают технологический план. Имея определенный опыт и достаточно серьезную технологическую базу, и конструкторскую базу, было принято действительно серьезное решение идти дальше. Он нужен союзному государству. Это в первую очередь и поставка в Российскую Федерацию, обеспечение их потребностей в определенном периоде времени. И, конечно же, использование на территории Республики Беларусь. Это гражданские цели, это Министерство по чрезвычайным ситуациям, и иные цели. В Палате представителей готовят проект закона о ратификации соглашения с Россией по разработке уникального самолета. Все вопросы и нюансы по организации серийного производства уже разобраны. Следующий шаг за депутатами. Это еще один шаг, который ставит нас на уровень государств, которые не каждое государство может себе позволить. Выходит на очередную ступень реализации экономических, вот таких глобальных проектов, речь об авиастроении. И, конечно же, мы, депутаты, в рамках рассмотрения этого соглашения и все, что касается продвижения этого проекта, после его реализации это будет огромнейший еще раз шаг с целью расширения наших производств. Это будет легкомоторный турбовинтовой самолет на 19 мест. Высокая производительность и экономичность, надежность и безопасность, в том числе в экстремальных погодных условиях. Это все про Освей. Кстати, само название происходит от Освейского озера рядом с границей Союзного государства. Серийный выпуск таких птичек – это и доступ к технологиям российских производителей, и основа для формирования авиастроительной отрасли в целом, и, безусловно, расширение экспортного потенциала, выход на новые перспективные рынки. Плюс ко всему – создание новых рабочих мест. Выигрыши останутся все, в том числе и наши российские друзья. Разработана дорожная карта, утверждены инвестиционные проекты. Мы расшираем и структуру выпускаемой продукции, номенклатуру. Вижу, вот, хороший такой сегмент – это авиация. Это наш завод, 558-й завод, завод, который по жизни занимался ремонтом разных самолетов. Ну, а сейчас мы поставили перед собой задачу, что, во-первых, создать школу, то есть конструкторов, которые будут разрабатывать, создавать самолеты. Ну, и освоить вот все эти компетенции, все переделы по организации и производству небольших самолетов с разными назначениями. Стоит задача в 26-м году произвести первые опытные образцы, ну и взлететь. Авиастроение – одна из совместных программ Союзного государства по замещению импорта. Поэтому главный вопрос – будущая ратификация межправительственного соглашения. Совместный проект – это еще один шаг, подтверждающий. Республика Беларусь, Российская Федерация – это два братских народа на основе политических, экономических и других связей, в том числе и военных. Это то, что закладывает прочную основу фундамента нашего Союзного государства. То, о чем я раз говорил глава нашего государства, в том числе в рамках принятых вот этих совместных 28 программ, по которым мы шаг за шагом реализуем задачи экономического подъема наших государств. Повестка предстоящей сессии уже утверждена. На рассмотрении 16 документов. И многие новеллы родились при работе с избирателями в округах. У каждого из народных избранников отчет, где главное не цифры и статистика, а мнение и голос людей на местах. В большой степени готовности находятся 14 законопроектов, которые предлагается включить в повестку дня. Четыре из них будут рассмотрены в первом чтении. Это законопроекты, касающиеся уголовной ответственности, вопросов образования, вопросов кредитов и микрозаймов, а также государственного и мобилизационного резерва. Целый ряд законопроектов уже проработаны и приняты в первом чтении и готовятся ко второму чтению. В ближайшее время у нас состоятся такие важные мероприятия. Это заседание Межпарламентской ассамблеи ОСИАН в Лаосе. Это очень серьезный, крупный форум. Планируем принять участие в наблюдении за выборами в Узбекистане. Нам поступило предложение по линии парламентской ассамблеи ОБСЕ включить наших представителей в делегацию для участия в наблюдении за выборами в Соединенных Штатах Америки, в Молдове, в Грузии. Эти каналы депутаты будут использовать для развития межпарламентского сотрудничества и решения тех задач, которые ставит перед ними президент. Ну а пока впереди открытие сессии. И один из первых законопроектов, который рассмотрят в овальном зале 17 сентября, касается нашего союзного самолета. Антон Ковальчук, Александр Ширинский. Наши новости ОНТ. Белорусские военные учатся управлять ракетными ударами на одном из российских полигонов. Сейчас подготовка к контрольным занятиям. Используют в том числе реактивные системы залпового огня «План СМ». Расчетам предстоит совершить боевые пуски. Немного немало на 300 километров. Подразделения, на вооружении которых системы, также готовятся к боевой работе. Бойцы оттачивают навыки в развертывании машины и подготовке ее к пускам. Атаку на жилые дома невозможно ассоциировать с военными действиями. Киев сознательно делает ставку на террор. Так, в пресс-службе Кремля прокомментировали массированную атаку дронами со стороны ВСУ. Почти полторы сотни беспилотников. Большинство направлялись к российской столице. Коптеры перехватили и уничтожили сразу в девяти регионах. Наиболее напряженная обстановка была в Брянской области и Подмосковье. В Равенском погибла женщина. Три человека ранены. Серьезно поврежден многоквартирный дом. Ущерб нанесен городской инфраструктуре. Белорусы собирают помощь братскому народу. Машина с гуманитарным грузом отправилась в Курск. Инициатор – Белорусский союз женщин. После вторжения подразделений ВСУ в регион жители нескольких районов Курской области эвакуировали. Тысячи людей покинули свои дома. Многие вовсе остались ни с чем. Их жилье разрушено. Сейчас они в пунктах временного размещения. Поэтому нужна любая помощь. Продукты, детское питание, одежда, средства личные, гигиены, подушки, одеяла и пледы, концтовары. Более 20 тонн самого необходимого отправили из Минска. Товары в виде детских игрушек. Потому что жизнь продолжается. Как бы, конечно, людям не было сложно, нам бы очень хотелось, чтобы наша энергетика, наше доброе слово и действие их согрело. И самое главное, чтобы они понимали, что мы все вместе, а мы, белорусы, всегда были и будем с нашими братьями-россиянами вместе. Белорусский союз женщин заключил соглашение о сотрудничестве с Курской областью в гуманитарной сфере, в социальной сфере, в культурной сфере, в образовательной сфере. И в том числе было ряд предложений по реализации коммерческих проектов. Но, к сожалению, наше взаимодействие с ними начинается со сбора гуманитарного груза. Это не первая помощь региону. Ранее откликнулся Полоцк. Город по Братим-Курскам также инициативу поддержали в Новополоцке, Гродно и Гомеле. Главная безопасность ГАИ инициирует изменения в правила дорожного движения. Речь о владельцах электросамокатов, которых предложили приравнять к водителям. Дело в том, что происшествий с таким транспортом все больше. Рост на 70%. Как дать статистике обратный ход? Новации обещают опубликовать для общественного обсуждения. Анастасия Риуцкая изучила дорожную обстановку. Пойдешь лечиться? Ну, не унывай. 15-летняя Катя хотела научиться кататься на электросамокате. Это была мечта. Сначала мама придерживала, девочка попросила отпустить. Не удержала равновесия, секунда и жесткое падение. Оказалось, перелом. Все было темно. Уже когда приземлилась, была очень сильная, ну, болела рука. Была точнее обе, но потом уже одна только. Ну и все. Думала, что научусь, было интересно. У меня немного губа тоже треснута. И таких случаев все больше. Александр по привычке решил прокатиться в 4 утра. Ехал вроде по ровной дороге. Но самокат подскочил, и парень оказался на земле. Упал на локоть. В результате сложный перелом. Завалился на бок рукой, на локоть, и чуть головой задел. Ну, потом встал, поехал дальше пальцем, все, работал, подумал, ушиб. Это потом уже на утро заметил, что что-то не то, и потом в поликлинику обратился. На этой неделе должны выписать уже. И потом будет уже восстановление. Там уже 2-3 месяца. Очень часто получают травмы из-за беспечности и неосторожности. Врачи сталкиваются с самыми разными ситуациями. По статистике, большинство в поликлинику обращаются взрослые, которые переоценивают свои возможности. Отмечаются достаточно тяжелые травмы, которые нам приходится оперировать. Это и травмы дистальной отдела лучевой кости, это и переломы плечицы, это и переломы локтевого отростка. Они связаны с жестким падением людей на руку при приземлении. Они параллельно получают множество ссадин, конечностей, туловища. Зачастую происходят столкновения водителей самокатов и с пешеходами, когда травмы получают оба участника столкновения. Столкновения с пешеходом тоже частые случаи. Из-за этого средства персональной мобильности все чаще превращаются в раздражитель. Эти кадры не из Беларуси, Ленинградская область. Но они говорят сами за себя. Пугают ли это владельцев электросамокатов, или они просто не замечают такой реакции прохожих. Пользуюсь ежедневно, очень удобно, практично, быстро добираюсь до работы, с работы. Нормально, конфликтов нет, пешеходы нормально все реагируют. То есть у нас все оборудовано, велодорожки имеются по всему городу. Очень удобная инфраструктура, удобно передвигаться, ездить. Никаких трудностей, проблем нет. И хоть практично и быстро, бдительным нужно оставаться всегда. Единственное, что они не всегда ровные. Руль иногда подводят. Бывает, что руль кривой. И не всегда заметно с первого раза. Поэтому приходится менять частенько. О том, чтобы урегулировать статус владельца средства индивидуальной мобильности на дорогах, общего пользования и в местах скопления пешеходов, говорят уже давно. Госавтоинспекция предлагает следующее. Лица, которые передвигаются на средства персональной мобильности, они теперь будут являться не пешеходами, а водителями. Точно так же, как и лицо, управляющее велосипедом, точно так же является водителем. И поэтому главу 20-ю будет определён ряд требований, которые теперь распространяются и на водителей, передвигающихся на средства персональной мобильности. Есть ряд новых ограничений, такие как запрет на передвижение в пешеходной зоне. И меняется само определение средства персональной мобильности. Теперь это транспортное средство, которое по своим техническим характеристикам должно передвигаться со скоростью не более 25 км в час. На некоторых участках дорожной сети Минска скорость электросамокатов снижена до 15-20 км в час. В ряде мест установлены знаки, вовсе запрещающие движение на средствах персональной мобильности, например, в парке Челюскинсов. Но есть и правила, которые закреплены уже законодательно, которыми продолжают пренебрегать. В ПДД прописано, что на средстве персональной мобильности должно находиться не более одного человека. Поездка вдвоём опасна, потому что появляются дополнительные центры тяжести. И таким образом управлять таким средством становится гораздо сложнее. Изменить предлагают и передвижение при пересечении проезжей части по пешеходному переходу или велопереезду пользователям средств персональной мобильности и велосипедистам нужно будет спешиваться. И только в этом случае пересекать проезжую часть. При нарушении штраф размер денежного взыскания останется прежним. Если лицо, передвигающееся на средстве персональной мобильности, нарушает правила дорожного движения, то оно будет подвергнуто штрафу в размере от одной до трёх базовых величин. Если же такое лицо передвигается на СПМ в состоянии алкогольного опьянения, либо такое нарушение будет совершено повторно, административная ответственность также составит штраф. Но штраф уже возрастёт от пяти до восьми базовых величин. Что до новации, проект изменения публикуют на правовом форуме Беларуси. С 12 по 27 сентября любой желающий сможет высказать своё мнение. Замечания и предложения учтут. Главное – найти компромисс, чтобы всем было и безопасно, и комфортно. Анастасия Риусска, Александр Зонов. Наши новости ОНТ. Отстоять лесу огня. В Полесском лесхозе на Брещене более ста человек. Лесники и спасатели продолжают тушить крупный пожар. Очаг возгорания в Рубельском лесничестве. По предварительным оценкам, горели 70 гектаров. В основном в болотистой местности. И в этом проблема. Здесь нет подъездных путей. Пожарная техника не может близко подобраться к пламени. Только в болотоходы. Также было решено привлечь авиацию. Работают два вертолёта. Пожар большой. Основная часть его по болоту. То есть лесные земли мы опахиваем, отстаиваем пока. Значит, работает 110 человек. 8 пожарных машин. И основная наша техника – это гусеничные болотоходы. Которые наиболее эффективны. Потому что это болото. Никакая другая техника туда не проходит. Работа круглосуточная. Одна бригада сменяет другую. К середине дня пожар удалось локализовать. Но местность дымится. Нужно тщательно пролить едва ли не каждый метр зоны возгорания. Локализован пожар. Но время от времени возобновляются новые очаги. Из-за посушивания теплой погоды и воздуха растительности. Причина пожара пока не установлена. Не исключена версия неосторожного обращения с огнем. Лесники говорят, что виновными могут быть жители, которые приходят на болото собирать клюкву. А далее о неравнодушных людях, которые не просто нашли дело по душе. На каждый день своими маленькими и большими победами делают место, в котором живут и всю страну лучше. Смотрите нашу рубрику. Козленочку два дня только. Они рождаются вот такие килограммы. Два, три, до четырех. С первого дня мы их откармливаем с мисочки, поэтому козлята очень доброжелательные. После свиноводства. Свиноводство – это такое, знаете, это мясо. Это ты выращиваешь, а потом должен его убить, разделать и продать. Ну, как-то не по душе было. А коза – это животное, которое дает молоко. Хотя работы больше, оно сложнее. Вот в этом помещении у нас все влажные процессы. Молоко приходит вот по этой трубе. В тех там крайних двух ямкостях мы его пастеризуем. Вот здесь, в этих двух, мы варим сыры, здесь делается йогурт, на столе делается формовка. Отпуск? Нет, это редко. Ну, редко, но бывает. Это у тебя отпуск бывает. У тебя целое лето отпуск. А у меня целое лето надо регулировать пасти, кормить, доить, перерабатывать, продавать. Ну, ты же это не делаешь? Ну, я не сам это делаю, но руководить-то надо. Когда продукция продается, когда ты людям, которые здесь работают, спокойно можешь зарплату выплатить, когда ты можешь что-то здесь улучшить, построить и что-то доделать еще какие-то. Вот оно идет, жизнь, развитие. Мы занимаемся таким делом, за которое нам не стыдно. Для меня, например, здесь много работы, здесь много забот. Но когда приезжают люди и говорят тебе спасибо, это всегда приятно. В этом смысле, конечно, это приободряет и хочется продолжать это дело. На заседании ООН в Нью-Йорке Минск представят результаты в достижении глобальной программы целей устойчивого развития. Результаты и позиции нашей страны обсудили сегодня в столице. Беларусь работает по программе. Несмотря на внешнее давление, всего 17 целей. Среди них в образовании, здравоохранении, социальной защите и трудоустройстве, а также борьба с изменением климата и защиты окружающей среды. В мировом рейтинге реализации целей наша страна на 30-м месте из 167. Опережает Южную Корею, Австралию, Люксембург, США. На сегодняшний день в Республике Беларусь такой проблемы, как нищета, голод, гендерное неравенство, они просто отсутствуют. Та система образования, которая создана на сегодняшний день, является примером. И об этом говорят представители самых различных государств. Медицина, развитие промышленности, сельского хозяйства, обеспечение наших людей всем необходимым. Республика Беларусь открыта для всех и, наверное, последняя инициатива нашего государства по решению руководителя об открытии визового пространства в Республике Беларусь для 40 государств. Заседание в Нью-Йорке назначено на конец месяца в штаб-квартире ООН. О том, что происходит в этих стенах, они знают не понаслышке. Сегодня во Дворце независимости экскурсия для аппарата Совета министров. Первое, что видят здесь представители власти, зал торжественных церемоний. Он самый большой в стране. Взгляды более ста человек прикованы к картинам, первой полной копией Слуцкого пояса и недавнему пополнению – караваем с фестиваля Батькова Булка. Вторая точка в маршруте, но не по значимости – зеленая комната. Именно там в 2015 году проходили переговоры нормандской четверки. Без фотографий отсюда уходят редко. Родителям, безусловно, семье покажу фотографии, безусловно, которые знают о том, что я здесь. Мы, несомненно, восхищаемся красотой, роскошью и трудом тех людей, руками которых непосредственно построено это здание, этот дворец. Построить в такой короткий срок место нормативных 57 месяцев в 30 месяцев – это просто преклоняемся перед трудом. И здесь настолько выверены все эти детали, чтобы сочетать все эти элементы. Это просто произведение искусства. Особенно примечательна экскурсия тем, что труд именно этих людей неразрывно связан с ежедневной работой в стенах Дворца независимости и лично президента. Мы готовим материалы для премьер-министра, для заместителей премьер-министра. Вот этот зал, мы часто видим его в новостях, красный зал. Часто переживаем о том, как глава государства воспримет, может быть, какие-то вещи, которые, в том числе, с нашим участием были подготовлены. Поэтому, безусловно, своими глазами это все увидеть – это невероятно. Несомненно, важно знать, что ты готовишь документы, которые будут здесь в итоге приниматься и оказаться в этой обстановке. Мне нравятся отношения моих коллег к этому всему. Я вижу, с каким воодушевлением они посещают каждый из залов, как они фотографируются, как друг с другом делятся впечатлениями. Поэтому я в восторге тоже от этого. Я принимал какое-то участие в том, чтобы здесь все-таки побывали. Эта экскурсия – своеобразный подарок к юбилею. В конце августа аппарату Совета Министров исполнилось 30 лет. В Журовичах важнейший этап реконструкции обители. Специалисты начали разбирать сердце главного храма – иконостас Свято-Успенского собора. Это здесь расположена знаменитая икона Божьей Матери, самая маленькая в мире на камне. Да и сами конструкции – старинная часть. Из них уже больше 300 лет. Работы много. Иконостас объемный. Центральная часть – 12 на 6 метров. Боковые элементы – 7 на 5. Демонтаж исключительно вручную, чтобы ничего не повредить. Каждую деталь аккуратно снимают, маркируют и заворачивают в несколько слоев упаковки. Иконостас деревянный, потому очень хрупкий. Время не пощадило святыню. Оказался поврежден грибком и насекомыми. Проржавели металлические крепления. Ценен не только как духовное реликвие, но и с научной точки зрения. Один из самых старых, сохранившихся до наших дней в Беларуси. Мастера разбирают боковые части 19 века. Через неделю приступят к центральной части 17-го. Сделаем еще раз вскрытие. Послойное расслоение каждого слоя. Определим цветовое решение. Ну и будут сделаны физико-химические анализы. То, что мы можем укрепить, мы укрепим. То, что можем сохранить, отреставрируем. Ну и, конечно, все утраты, которые произошли за время этих лихолетий войн и вообще со временем, мы воссоздадим его в виде, каким он был в 17 веке. То есть аутентичность мы гарантируем. Реставрация займет около двух лет. Эти работы уже называют самыми масштабными за всю современную историю жировической обители. Так серьезно Свято-Успенский собор перестраивали лишь в середине 19 века, когда он сменил стиль с пышного барокко на сдержанный классицизм. И в таком виде дошел до наших дней. Декорации будущего у парадного подъезда Горьковского театра в Минске. Обнародован проект реставрации знаменитого здания. Сложно пройти мимо баннеров с 3D-визуализацией. Как минимум это оригинально интригующе. За строительным ограждением сегодня работа без антрактов и буфета. Объект имиджевый для культуры страны в целом. Сроки его сдачи строго определены. Александр Матяс. Основная сцена. Что общего у драмы и комедии? Театралы ответят – драмеди. Такой гибридный жанр. И здесь смешение архитектурных стилей. Точнее синтез экзотического для Беларуси-Мавританского и советской неоклассики. Тонкое искусство компромисса на одном фасаде. Забываем, что прежде всего это была хоральная синагога с ее архитектурой. И этим методом реставрации мы пытались объединить богатое историческое прошлое этого здания. По предварительным зондажам мы определили, что кирпичная кладка с рустовкой вот этой лепниной, она сохранилась. Кстати, сохранилась практически полностью комплект рабочих чертежей, начиная с 1949 года. 75 лет назад зодчий Михаил Бакланов, тот самый автор здания художественного музея, создал образ, знакомый уже не одному поколению. Портик с колоннадой в 50-х стал символом Гурьковского театра. Стены храма, в широком смысле слова, 1906 года. В сентябре уже основной объем демонтажа будет закончен. На этот год планируем выполнить весь конструктив, который связан с гидроизоляцией, связан он с заменой кровли, связан с усилением ферм. Еще вот работы по демонтажу идут основной сцены. Работаем вахтовым методом, без выходных. На объекте сейчас находится порядка 35 человек. В их руках не дом, а памятник. Ценность де-юре. Лицким строителям опыта не занимать. Деды в 14 веке возвели наш первый замок из камня. Потомки обещают не нарушат уникальную акустику легендарного зала. И малая сцена зазвучит на отлично. Если бы стены эти могли говорить, услышали бы бас металлического тембра Маяковского, бархатный баритон Утесова, решающие голоса всебелорусских съездов Советов. Здесь принимали наш первый пятилетний план развития. А сколько звезд сцены открыли для себя зрители. Михоил Склимова, Янковский. Публика ждет, когда вернется сюда. Разобрали лестницу, которая вела к кассе, а затем к большим подмосткам Горьковского. Сам театр играет билеты на спектакли на другой стороне улицы Володарского. Смотреть маскарад по Лермонтову во дворце культуры профсоюзов. Государство уделяет особое внимание именно укреплению материально-технической базы, сферы культуры, проведение капитальных ремонтов, реставрации, текущих ремонтов, закупки нового оборудования. Ну и ярким примером тому является капитальный ремонт академического театра имени Горького. Предварительная стоимость составляет 32,5 миллиона белорусских рублей. Срок выполнения, согласно проектной документации, составляет 19 месяцев. Открою небольшой секрет, планы у нас стоят более глобальные, масштабные. Это завершит до конца следующего года. Пока здесь не поднялся театральный занавес, изучаем символические баннеры с рендерами 3D-визуализации Лепнина на классическом фронтоне, что задумал Бакланов еще в 50-х. Воплотят в интерьере города в нашем веке. Тогда и будет браво. Айсам Атяс, Виталий Гончарик, Олег Савченко. Наши новости. О погоде на ближайшие дни узнаем у Анастасии Кирилловой. Настя, добрый вечер. Добрый вечер. Аномальное тепло пока не собирается покидать Беларусь. Вместе с тем, в ближайшие дни блокирующий антициклон, который долгий период удерживал солнечную и сухую погоду, будет уходить на восток. Его позиции ослабнуты, и откроют доступ более влажным воздушным массам. К нам придут локальные грозовые дожди, которые периодически будут нарушать солнечную идиллию. Завтра, по данным Белгидромета, погода будет определять поле высокого атмосферного давления. На его фоне будет проходить малоактивный атмосферный фронт, который принесет разрозненные дождевые облака. Итак, в среду облачно с прояснениями. Локально по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, четверти умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Утром температура воздуха от 13 градусов по юго-западу до 16 восточных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от 21 по северо-западу до 26 по юго-востоку. К вечеру в диапазоне от 18 до 21 градуса. В четверг и пятницу скажется влияние очередных атмосферных фронтов и влажных воздушных масс южных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью утром слабый туман. Видимость до километра, влажность до 70%. Ветер восточный, четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от 10 до 17 градусов. Максимальное днем от 20 по западу до 27 по юго-востоку. И предварительно в предстоящие выходные сохранится теплая погода с кратковременными дождями. У меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале. Рябов ответит, подписывайтесь.